В последнее воскресенье июня по всей стране традиционно отмечается День молодежи. В нашем муниципалитете он начался еще ранним утром на стадионе Металлург, где все желающие могли попробовать свои силы в стритболе. Стритбол или уличный баскетбол появился в 50-х годах прошлого века. На площадке всего по три игрока от каждой из команд, да и сама зона игрового поля. Это всего лишь половина от обычной баскетбольной площадки. В остальном же здесь все как в баскетболе. Для победы нужны высокие скорости, меткие броски и слаженный коллектив. Всего на площадку вышли четыре мужских команды, три женских и семь подростковых. В Ленинском округе стритбол стабильно популярен и с каждым годом появляется все больше новых игроков. Это любители, просто люди, которые всю жизнь, по сути, играют здесь на улице, на различных площадках. Ну и приходят ребята из Спартака, из Видновского. Видновская команда «Юность» в упорной борьбе заняла второе место. Ее капитан Руслан Матюхин в спорте уже много лет, но в теплое время года он всегда выбирает стритбол. Динамичный очень, времени мало, нужно быстрее соображать, думать и принимать решения, соответственно, побеждать. Очень спортивно было и у кинотеатра «Искра». Различные марафоны, зажигательная аэробика, теннис, единоборство, фехтование, штанга. Каждый участник праздника нашел себе занятие по душе. Пока одни гости соревновались, другие творили и созидали. На различных творческих кружках и мастер-классах можно было дать волю своей фантазии. Вот и самые юные рисовали, причем на соленом печенье. Съесть его нельзя, а вот использовать как холст очень даже. Это экологично, это безопасно, это экономично и это очень развивает детскую фантазию. Торжественную часть праздника открыла заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Это та молодежь, которая абсолютно точно знает, от них зависит и то, что будет завтра, и то, что сегодня. Это те люди, за спинами которыми нам, молодежи 70-х, 80-х, ничего не страшно. Мы им доверяем, мы в них верим и точно знаем, что дорога еще большая и нет ей конца с праздником. В этот день многие виновники торжества получили почетные грамоты и благодарственные письма за активное участие в жизни муниципалитета. Среди них волонтеры, студенты, молодые педагоги, специалисты по работе с молодежью. Всегда быть позитивными, поменьше вестись на общественное мнение, всегда иметь свое мнение, любить свою родину, свой родной край, Подмосковье, Ленинский городской округ. Молодежь у нас хорошая, пусть остается такой всегда. А какая мы сейчас молодежь? Шикарная, лучшая в мире, пушка. Отлично, просто все прекрасно. Молодежи лучше не бывают. Молодежи эмоции переполняют. Витнамская молодежь лучшая. На праздники молодости и веселья побывали люди разного возраста, ведь не важно, сколько вам лет, главное – состояние души. Завершился праздничный день веселым концертом, дискотекой и салютом. Екатерина Коваленко, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Видное ТВ.